На юге Чехии находится прекрасный белокаменный замок, глубоко над Волтавой. Когда-то на этом месте стояла средневековая крепость, о которых упоминалось в исписленных источниках с 1285 года. Всем привет! У нас стало говорить, как хорошо самогонка под кокторейка. А вот, смотри, дистиллерка. Красота вокруг, солнце стало, сегодня солнечная погода. Осталось буквально считанные дни до Нового года. А мы вот здесь, как бы, между землей и небом, между временным пространством застряли в этом богемской земле под названием Чехия. Богемия, свачев, двор. Вот так. Видите, какая вывеска? Веладжи Гольф, отель, свачев, двор. Отель Пивовар. Красота. Так, ладно. Друзья, завтракать, завтракать, завтракать. Так, что у нас здесь, как всегда, снятки, полбаса, овощи. Полбаса, в общем-то, здесь есть. Вот так. Смотри, что набираешь. Ну, да, не знаю. Назадима сыр, сыр, сурок, сахар, сурок, масло. Ооо. Яйца, сосиски, булочка, кофе. Все. Мария уже принесла сосиски, яйцо, сок. И вот, я смотрю, что она пробуйник там, уласик набрала. Сударик. Приятного всем аппетита. Доброе утро всем. Всем привет. Очередное наше приключение. Едем опять посмотреть красивые места. В округе. В общем-то, по Чехии. Сегодня отличная погода, солнечная. в самой глуши. Если что-то посмотреть, везде нужно на машине ехать. Баба. Ну, сегодня отличная погода. Обещают 10 градусов. Вот такая зима. Мы едем в сторону Будовицы. В сторону Будовицы. Ну, еще там севернее есть замок. Высоко над Платва. Над Плавой. Какой-то замок тревел. Хотите посмотреть этот замок. Парканулись. Вроде парковку нашли здесь, возле замка. Ну, платить вроде ничего не надо, не стоит. Так-то, сами первый раз здесь. Миленький такой городок. Красивенький. Чистые улицы. Не знаю, для туристов или сами жители. Все, вроде дома такие свежие. Сделаны. И вот церковь, видать. Смотрите. Ну, это еще не сам замок, а. О, вижу, вижу. О, замок. Ага. Ну, там парковки, наверное, ближе нет. Я не знаю. По карте посмотрел. Ну, пешком дойдем. Красивый костел. Выкрашен в таком желто-сером цвете. Прикольно. Самые улицы. Такие. Старинный городок. Замок глубоко. Интересно, как переводится. Глубокий замок или высокий? Интересно. Напишите, у кого есть соображения на этот счет. Глубокий или высокий замок? Свежая рыба написано. Ресторан. Вывеска. Голова сама. Хорошо сделано. Карп. Салат, короче. Такая рекламка. Все выше и выше забираемся. В старину. И имели моду такую. Замки на возвышенности строить. Вот такие виды здесь открываются вокруг. Это, видать, гостиница. Возле замка построена. Хотель. Ну, в виде замка. Впереди вот там тоже. Белокаменные. Днейцы башни. А может быть, это был. Все это композиция. Вместе с замком. А вот красиво. Шикарно. Так, вот здесь. Есть расположение. Как устроено все. Замок. Здесь огромный лес. Ну, и вот здесь. Кто последний раз жил здесь. Адольф Второй. Шварценберг. И Виллионора Лянтенштейн. Сейчас посмотрим на какая-то табличка. Хотель. Стекло. Четыре звезды. Выглядит шикарно. Герб Шварценбергов. Здесь написано. Добро пожаловать. И цены. Вот смотрите. Кому интересно, делайте на паузу. Это меню ресторана. Обалденский вид. Самого отельчика. Вельница. Рецепшен. Короче, здесь все. Сделано красиво. Под вид этого замка. Красиво. Даже есть фонтан. Наверняка гости этого отеля вечером сидят здесь за столиками. Слушают музыку и едят какое-нибудь фирменное блюдо. Красиво. Так, идем в замок. Входим по такой покатой дороге. Стены прям такие мощные. Все так сделано красиво. Шикарно. Стены мощные. Вот эти как украшены фонарями. И здесь небольшой садик. Красивый. Запах цветов или не цветов, то и растений. Смотрите, как высажены они рисунком. Здесь наверняка весной и летом цветут розы. И вот такие кусты и скамеечки. Обалденский замок. Красивый. На юге Чехии, в 140 километров от Праги, расположен один из самых красивых и интересных замков Европы. Глубоко над Лставой. Свою историю крепость ведет начинать с 13 века. В то время она носила другое название Фраунберг. Да и внешне сильно отличалась от современного замка. За первые 400 лет здесь сменилось 26 хозяев. Кому-то из них пришлось отдать замок за долги. Кому-то, чтобы спастись от немилости правителя. В самом замке имеется более 140 комнат, каждый из которых интересен по-своему. и 11 башен, с которых открываются великолепные виды на окружающую местность. И огромные, огромные прям двери. Посмотрите. С такими огромными ручками. Офигеть. Это в голову клюет ворон. Ручка сделана. Фантастика. Таких ручек я еще нигде не видел. И вот такие мощные закреплены, чтобы стучать в деревянные двери. Здесь есть вход в ресторан. В замок наверное нельзя зайти. Не знаю. Все ворота закрыты. Где можно? Можно пройти. Сейчас посмотрим. Ух ты! Здесь какая-то галерея даже. Смотрите. Скорее всего статуи стояли в замке. Их потом сюда вынесли. А может быть стояли в парке где-нибудь. обалденский. Ох какая арка. Это арка от камина наверное. Обалденского. И вот здесь орел. Или вот эта нимфа. Где-то стояла на улице. Скорее всего. Или вот эта девушка. Возле фонтана. Красиво. Интересно. Сделана полость ливий. И вот такой вход сбоку. А это уже на сад. Замок нам наверное сегодня не попасть. Праздники выходные. Ну понравился замок. Жаль только что нельзя войти. Наверное надо знать расписание. И не в праздничные дни сюда приезжать. В общем-то прикольный. Величественный. Здоровый. классный. Такой фонтанчик здесь красивый. Лебеди. Выглядит вот так. Шикардосно этот замок со стороны. Класс. Величественно. Вон там можно спуститься и погулять еще по садам. Шикарно. Так. Здесь есть в садик такая потаенная крутая лестничка. Ух ты. Вот это да, винтовая. Мария не боится, идет впереди. Ух ты, как. Аж голова закружилась. Когда-то наверное графья и графинь сюда спускались в садик на тайное свидание. Как и мы идем сейчас с Мариной. Смотри. О. Да ладно. Офигеть. Ай, люди, помогите. Обалдеть. Поднимайся выше. Хороший обзор здесь такой. ну наверное начинается здесь просто какой-то сад. Лес когда-то графья и господа этого замка отдышаться. Гуляли по этому замку и жили здесь красивый белокаменный замок. и м не м м м Субтитры добавил DimaTorzok 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 но и ворота к сожалению закрыты но мощные ворота такие калитка вот на таком замке жаль жаль же же классный вид отсюда на окрестности фантастика красивый замок обходим замок вокруг ну вот я не знаю как в сказке вокруг него голубей кружат загадочный такой таинственный замок обалденский жаль в этот день нам не удалось побывать здесь внутри ну даже такое путешествие как вокруг замка посмотреть его сады и само здание снаружи уже интересно в семнадцатом веке глубоко над вставой перешла во владение семьи шварценбергов девятнадцатом веке герцогиня леонора шварценберг побывала в англии где ей приглянулся местный вензорский замок вернувшись домой дама затеяла масштабную реконструкцию глубокий в романтическом стиле неоготики после окончания работ замок стали неофициально звать чешским вензором от прошлой постройки в стиле барокко не осталось и следа с того времени глубоко над вставой практически не изменилось шварценберг и управляли замка вплоть до 1945 года спустя два года достопримечательность стенциализировали и передали государству это стена внутреннего дворика мощная такая красивая шикардосный замок просто фантастика друзья замок очень понравилось рекомендую обязательно будете в этих краях посетить этот замок отличный замок красивый так что а мы движемся к следующей нашей интересной точке где можно что-то посмотреть и Субтитры создавал DimaTorzok